Добрый вечер! Вы смотрите проект «Вечер на седьмом». Меня зовут Максим Малынов. Мы работаем в прямом эфире и в ближайшие 20 минут будем говорить о коррупции. Ну, естественно, о коррупции говорили в этой студии уже многократно и будем говорить еще не раз. Дело в том, что коррупция пронизывает буквально все ветви существования современного украинца. К сожалению, каждый из нас убежден, что вы тоже хотя бы раз в жизни с этим сталкивались. Будем говорить об этом сегодня с экспертом. У нас в гостях Эляна Концевичута, эксперт антикоррупционной инициативы ЕС. Добрый вечер. Добрый вечер. Эляна, сегодня у нас есть не просто так. Вот мы с вами собрались об этом поговорить. Есть информационный повод. Национальное антикоррупционное бюро открыло в Одессе свой региональный офис. Давайте узнаем, как это было сегодня. У нас есть небольшой сюжет. В Одессе появилось территориальное управление Национального антикоррупционного бюро. Правда, работать оно будет фактически без руководителя, поскольку в ходе конкурса выбрать главного антикоррупционера не смогли. Исполнять обязанности начальника управления будет Виктория Скорикова. Всего в штате предусмотрены 16 детективов, которые будут работать в южном регионе Украины и не только в Одесской области. У нас не вышли отбрать ни с первой, ни с другой, ни с третьей, ни с четвертой споробой. И поэтому мы решили порушить нашу традицию. И открыть территориальное управление, не имея сейчас фактически не руководителя, а имея только руководителя. Это руководителя территориального управления, потому что мы не чувствуем, что потребность открытия этого управления, она насрела. И есть целый ряд справ, которые относятся Одесского региона. Они сейчас в стадии активного расследования. И без оперативной поддержки тут эти справы так быстро не будут скверованы до судов, как бы это хотелось. Находится приемная в здании областного совета на канатной 83, первый этаж. Продолжение следует... Но, тем не менее, руководителя для такого органа почему-то не выбрали. Добрый вечер. Очень приятно, что вы пригласили на этот разговор. На самом деле, отобрать очень хорошего человека сложно. Почему? Потому что для такой службы, как Национальное антикоррупционное бюро, и мы говорим уже о отдельном филиале в Одессе, нужен человек, который, наверное, соответствовал самым высоким стандартам. Это отобрать не так и легко. Но желающих было много? То есть желающие были? Конечно. Но, значит, они не подходили к этим стандартам, которые были на него, на эту должность назначены. Ну, скажите, вот в вашей практике, в вашем опыте работы в других странах вы сталкивались с такой ситуацией, что подобрать ключевого руководителя не удается? Конечно. Это очень сложный, конечно. Вообще вопрос. Коррупция очень комплексный вопрос. Много-много элементов в этом существует. И когда мы говорим о каком-то идеале, потому что это идеал, это должен быть идеальный человек, абсолютно безупречной репутации, тогда мы говорим о какой же этот человек, и у каждого, наверное, свое представление. Я насколько хорошо понимаю, отбор очень сложный на эту должность и должны соответствовать очень-очень высоким стандартам. А, наверное, и это, наверное, правильно, но, к сожалению, получается такая ситуация, когда такого человека не всегда легко найти сразу. Вот вы сказали, что ищете идеального человека. Я уж подумал, что мне интересно будет наблюдать, кого же вы найдете от этого идеального человека. Нашим телезрителям хочу предложить интерактивное голосование. Вот я не зря в начале эфира сказал о том, что коррупцией пронизаны буквально все ветви жизни нашей с вами жизни, современного украинца. Давайте узнаем, на самом ли деле это так, и вот какой вопрос мы хотим вам задать. Давали ли вы когда-нибудь или брали ли вы когда-нибудь взятки, ну, либо благодарность? И вот варианты ответов, которые мы вам предлагаем. Вариант номер один. Да, без этого сегодня и шагу не ступить. Вариант номер два. Нет, я борюсь с системой, начинаю с себя. И вариант номер три. Никаких взяток, только благодарности. Номера телефонов вы видите сейчас на экранах. Пожалуйста, звоните, в конце эфира мы подведем итоги. Елена, вот почему, собственно говоря, решили такой вопрос задать нашим телезрителям? Потому что, собственно говоря, как говорится, ноги-то растут снизу, да, вот. Все начинается с того, что мы идем в детский сад, школу, поликлинику, больницу и так далее. На каждом шагу сталкиваемся с коррупцией. Вы мониторите ситуацию по очень таким разным странам мира, от Нидерландов до Монголии, собственно говоря, да? Как вы можете сравнить уровень коррупции в Украине? Насколько глубоко засел? Вопрос о уровне коррупции в любой стране очень сложный. Во-первых, потому что мы подразумеваем под коррупцией. Для некоторых это простое взяточество, это бытовая коррупция. Другие скажут, у нас очень большая коррупция, но на самом деле это коррупция лоббизма, когда уже проникают высшие ветви. И от этого определения очень зависит так, как мы понимаем, как мы измеряем эту коррупцию. Говорим ли мы о тех же самых вещах, когда мы говорим, что такое коррупция? Это одно. А другое, очень часто коррупция измеряется восприятием, так как людям кажется, что коррупция очень большая. И часто бывает, что восприятие коррупции намного больше, чем реальная ситуация. То есть они сталкиваются намного реже, чем видят коррупцию, как говорится, по телевизору. И тем не менее, еще раз вам вопрос задам. Украина, насколько находится, скажем, в рейтинге, в вашем личном рейтинге, вот вы как эксперт оцениваете для себя, да? Насколько, скажем, проблема решаемая и в какой перспективе? Что я увидела, работая в антикоррупционной инициативе ЕС, я работаю тут с февраля, а программа рассчитана на три года, я увидела очень сложность систем. То есть то очень любит коррупция, она любит, когда есть большая закрытость, непонятность, запутанность. И когда смотришь на эти процедуры, которые непонятны, их очень много, когда очень большое количество законов, и думаешь, а зачем так много законов, может, можно все просто упростить и систему упростить, тогда кажется, ну, наверное, это сделано для того, что это кому-то нужно. И почему нельзя просто сделать немножко проще, чтобы каждому человеку это было понятно. Поэтому многие страны переходят к таким электронным вещам, чтобы можно и зарегистрироваться электронно, и также купить, продать автомобиль электронно, и многие-многие другие услуги, которые можно было бы получить. Поэтому на вопрос, на самом деле, как сравнивать, насколько более коррумпирована или менее коррумпирована страна, я сама не очень верю в такие международные разные студии. Мне больше нравятся национальные расследования, когда мы сначала измеряем ситуацию. Ну вот у нас была такая ситуация, то есть точка А, а потом мы упростили, упростили наши законы, упростили регуляцию. И сейчас проверили, опять опросили людей, а как им кажется, ситуация ли улучшилась. И тогда мы точно можем сказать... Динамику, вы чувствуете, да, что было, к чему пришло? Мы чувствуем тенденции, мы чувствуем динамику, и по этой динамике можно понять, улучшается ситуация или нет. Если можно, я тоже пример приведу, как мы в Литве смотрели. Я 18 лет проработала в такой похожей службе, как НАБО, называется служба специальных расследований. И как только пошли очень важные дела, и нам казалось, ну вот, наконец-то у нас уже есть, что показать, у нас есть прорыв, людям сразу показалось, что коррупция увеличилась. То есть как только начали об этом много говорить, то есть только говорить, ситуация-то не поменялась, говорить начали больше, сразу кажется, что ее больше. Это такая тема, которая очень привлекает и телевидение, все хотят писать о делах. И когда человек открывает газету, или сейчас уже все в Фейсбуке смотрят, я даже не думала, что так плохо, не думала или не думала. Оказывается, ситуация настолько сложная. Вот смотрите, очень много есть информации о том, что на Национальное антикоррупционное бюро Украины давят различные, скажем, группы влияния. Вот даже об этом говорит Артем Сытник, сам совершенно не скрывая о том, что на него давят законодатели украинские, тоже этого не скрывают. Короче, в Украине никто ничего не скрывает. Судя по всему, только доходы свои очень настырно прячут. Как вы думаете, о чем это говорит? О том, что вот на НАБУ все давят. Почему? Есть одна причина. Потому что на НАБУ дали ответственность. Вот вы сейчас должны побороть коррупцию. Что для меня звучит как задача, которую невозможно сделать одному. Это понятно. Должна быть целая антикоррупционная система, и помогать в этом должен каждый. Это ответственность всех. Но обязательно должен быть флагман, тот, кто несет, и у которого есть большое доверие людей, и который мог бы сплотить людей для такого дела. Но второй вопрос, второй часть аспекта, это почему? Потому что, видимо, такие службы затрагивают очень большие интересы. И иногда мы даже шутя говорили, это неплохой индикатор, значит, мы хорошо работаем. Потому что под давлением не только антикоррупционное бюро, но тоже антикоррупционные активисты. То есть все те, которые берутся за коррупцию, они это чувствуют. Но можно ли считать, что вот это давление, это, знаете, как вот животное, которое убивают, оно начинает очень сильно сопротивляться. Коррупцию в Украине убивают, она сопротивляется и обвиняют в коррупции само антикоррупционное бюро. И, соответственно, все-таки процесс пошел, болезненный, сложный, но пошел. Да, я тоже очень люблю сравнивать коррупцию с большой болезнью. Это когда повышается температура, очень высокая температура, потому что должен иммунитет сработать. Я думаю, что процесс пошел. Наша инициатива для этого и существует, чтобы поддержать эти антикоррупционные реформы, которые начаты, чтобы темп продолжался, темп хороший, и его надо поддерживать. Но, конечно, мотивация должна тоже поддерживаться. То есть очень важна поддержка каждого гражданина Украины, чтобы они понимали, насколько сложный этот процесс, и набрались терпения. Сколько ждать? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Как только люди перестанут быть алчными, тогда вопроса вообще не будет. Я думаю, что реально говорить о хороших переменах тогда, когда заработает антикоррупционная система. Темп очень хороший. В Литве мы видели уже большие перемены через лет 10-20. Это даже достаточно быстро. Я думаю, что эти перемены происходили тоже из-за того, что мы вступили в Европейский Союз, и мы хотели соответствовать, мы не хотели быть хуже, чем другие страны. То есть примерно нам еще не меньше десятка лет ждать? Нет, ждать не надо. Ждать не надо, надо работать. Надо работать. Хороший ответ, спасибо. Госпредприятия. Объекты с повышенной коррупционной составляющей. Вот, скажем, давайте вернемся в Одесский регион. НАБУ начало работать в Одессе. Вернее, не начало работать, а получило региональный себе офис. Вот госпредприятие, допустим, припортовый завод. Знаете ли вы ситуации с ним? И насколько это, скажем, болезненная тема? Будет ли НАБУ заниматься им в первую очередь? Я не могу ответить на какие приоритеты у НАБУ. Я знаю, что наш главный приоритет это поддержать их квалификацию, дать им технику, чтобы они были абсолютно готовы работать с хорошими и разбираться с комплексными делами. Ну, я вот вижу, что, кстати, вот мне подготовили небольшой пресс-релиз о том, что достаточно немало денег вам выделили на эту инициативу. Европейский Союз, кстати, тема нашего эфира «В борьбе с коррупцией Украины поможет Европа». И немало денег для этого дали. Это 15 миллионов долларов, если не ошибаюсь. 16 миллионов евро, даже больше. Евро, да, даже больше. На что будут потрачены эти деньги? На консультирование, либо, возможно, на обучение какое-то? Эта программа состоит из трех главных частей. Она продумана так, чтобы те службы, а мы говорим о службах, то есть не только Национальное антикоррупционное бюро, но нельзя всю работу сваливать на одно бюро. Это и НАБУ, и САП, это специализированная прокуратура, тоже другие подразделения. Одно из них — это подразделение по розыску активов и менеджменту. То есть это служба, которая будет заниматься тем, чтобы те деньги, которые, проще сказано, те деньги, которые заворованы и украдены и вывезены разные по всему миру, чтобы они возвращались в Украину. Это очень-очень амбициозный план. Но какая наша задача? Помочь, чтобы эта антикоррупционная система, целый блок работал, то есть эти службы сообща работали между собой, они будут получать и повышение квалификации, то есть больше всего будут работать со своими соратниками в Европе, то есть те одни службы, которые уже прошли этот путь развития, набрали большой опыт и знают, как быстрее, наверное, более эффективнее подойти к этому вопросу и помогут с таким обучением. Это одна часть. Другая часть – это очень большая составляющая, это мы поможем с техникой, разным компьютерным оборудованием, чтобы можно было быстрее анализировать большие, колоссально большие потоки информации и чтобы качество информации было очень высокое. Это одна часть, мы работаем с этими службами. Вторая часть – мы отобрали самых лучших экспертов в Европе, очень известных людей, которые будут помогать антикоррупционному комитету РАДы, который возглавляет Егор Соболев, своими рекомендациями, чтобы эти реформы, как я уже говорила, чтобы они продолжались. Очень важно держать этот темп. И третий компонент – мы будем работать с шестью городами в Украине, которые больше всего готовы к переменам, хорошим переменам. Мы это называем, что у них хороший, есть иммунитет коррупции, то есть они готовы меняться. То есть это Одесса одна из них, да? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Но мы еще не знаем, мы оставим эту интригу. То есть давайте я вот вывод сделаю, да? То есть вы будете работать с шестью городами, в которых хороший иммунитет коррупции, Одесса в этот список не попала? Мы отбираем, наверное, поменьше города. Почему? Одна из причин – это чтобы мы могли бы видеть за три года хорошие-хорошие перемены. Перемены и примеры. Почему? Потому что позитивные примеры очень важны. Чтобы было от чего отталкиваться для того, чтобы потом реализовывать на более масштабных проектах. Абсолютно. Это первое. А второе, чтобы мы все-таки показали, что безразличие – это, наверное, не ответ. И когда видишь позитивный пример, он тоже заразителен. Ну, будем надеяться, что все-таки позитивные примеры будут. Кстати, по поводу одного из первых приоритетов, который вы назвали – это координация всех антикоррупционных органов. Вот пока что между Национальным антикоррупционным бюро Украины и между специализированной антикоррупционной прокуратурой особой координации, да и дружбы особой нет, взаимодействия. Как вы думаете, почему? Анна, вот видели мы сюжет, как открывался региональный офис, территориальный, спасибо за поправку, территориальный филиал НАБУ в Одессе. И мы видели Артема Ситника вместе с Господином Холодистским вместе. Это очень важно. Конечно, хочется очень защитить свою службу. Ты столько в нее складываешь, и кажется, что другие не так понимают, не так болезненно к этому относятся. Но на самом деле мы все в одной лодке, и нам надо всем выплывать. И это очень важно, чтобы эта координация действий была. И я вижу это, это вижу, это происходит. Потому что если нет хорошо подготовленного дела, если он действительно квалифицированно не сделал, раньше или позже, конечно, ничего хорошего не произойдет. Вы сказали, что вы в Украине уже больше полугода. Скажите, вот ваше личное мнение. Какие самые громкие коррупционные дела вы могли бы выделить сейчас в Украине? Ну, конечно, меня лично, как человека, очень приятно задело, что такую службу, как НАБУ, очень сильно поддерживают. И когда было дело, например, на Сырово, и когда было понятно, что через 72 часа его как бы отпустят, люди сами, люди сами пришли и его не опускали. И мне это напомнило те времена, которые были в Литве, которые, когда мы хотели очень свою независимость, и мы вместе, три бальтийские страны, за руки держались и пели. Это назывался этот «Балтийский путь». Мне, конечно, вот это, что такая есть поддержка, это очень важно. То есть не безразличие людей, которые готовы выйти. Хочу, кстати, вам рассказать, возможно, вы еще не в курсе. Сегодня тоже был очень большой митинг у нас в Одессе. Вышли одесситы, больше тысячи человек вышли в поддержку больницы скорой помощи, которую построил одесский меценат Аднанки Ивана, и вот там есть достаточно серьезные взаимодействия. Слышали ли вы об этом? Вот как раз, пока ждала, да, немножко просмотрела. Как вы думаете, это может быть приоритетом работы НАБУ в Одессе? Я думаю, что для НАБУ очень важны все дела, которые касаются самых высоких эшелонов. Так написано у них в законе. То есть и ущерб государству, он там превышает какую-то сумму, и когда ущерб государству очень большой, это приоритет НАБУ. Обязательно, обязательно нужно тоже смотреть за делами, которые, скажем так, немножко ниже по уровню, потому что раньше или позже должна создаваться и другая служба, которой еще нет, которая бы занималась не такими крупными делами. Это, конечно, работа НАБУ, определиться, какие у нее самые главные приоритеты. Но я думаю, у них дел достаточно. Дел достаточно, я даже скажу, что больше. Вряд ли такой эпитет подберем, чтобы охарактеризовать. Давайте мы вернемся к нашему опросу. Мы спрашивали наших телезрителей в начале нашего диалога, давали ли вы или брали ли когда-нибудь взятки. И варианты ответов у нас были такие. Сейчас хочу услышать от режиссера результаты, и мы с вами их коротко обсудим. Вариант номер один. Да, без этого сегодня и шагу не ступить. 23% дозвонившихся. Нет, борюсь с системой. 31%. И вариант ответа никаких взяток, только благодарность. 46% дозвонившихся. Больше 400 человек во время эфира нам позвонили, и тем не менее, вот большинство из дозвонившихся сказали нам, что никаких взяток, только благодарности. Люди, получается, не считают себя взяточниками, раздавая врачам, полиции. Как вы думаете, о чем это свидетельствует? Я думаю, что они, конечно, свидетельствуют о том, что люди себя тоже защищают. Они, конечно, не считают, что они коррупционеры, а у них выхода, наверное, другого не было, как отблагодарить. Они назвали это благодарностью. Но если в медицинском секторе очень часто это называется благодарностью, но если посмотреть закон, на самом деле прописано, взятка это всегда взятка, когда она дается должностному лицу. Ну, то есть, тем не менее, вы считаете, что люди себя защищают и пытаются, вот как бы, вот я нормальный, чист перед законом, я в такой сложной ситуации, а все остальные, вот они просто коррупционеры. Я думаю, что есть эта часть в менталитете. Это есть и в нашем менталитете. Мы с этим сталкиваемся до сих пор, и, наверное, это еще долго будет. Очень хочется думать, что коррупция это только там, но там, что то, что я делаю, это все делаю правильно. И когда у нас началась очень большая кампания по бытовой коррупции, чтобы не только тот, кто получает взятку, то есть этот полицейский, скажем так, он бы нес ответственность. Но и тот, кто дает... Это было в Литве у вас? Это было в Литве очень большая, очень большая кампания. И когда начали уже тех людей, которые дают, потому что на самом деле ты даешь не потому, что ты хочешь отблагодарить полицейского, а потому что ты нарушил, а ты тоже преступник. И хочешь вот этой короткой тропинкой пройти, как вы говорили в начале эфира. Но хочу, кстати, сказать, такой вот на позитивной ноте будем завершать, что никаких взяток только благодарных сказали 46%, а 31% сказали, что нет, борюсь с системой. То есть тоже треть, треть людей все-таки стараются бороться с системой. Как вы думаете, вот просто последний вопрос, когда мы явно почувствуем изменения в стране, потому что все уже действительно устали, все действительно хотят каких-то изменений, себя начинать не хочет никто, поэтому вот на НАБУ ложится очень большая ответственность. Когда почувствуем их результаты работы? Мы почувствуем... Я думаю, что мы уже должны чувствовать результаты работы именно НАБУ, если мы говорим о антикоррупционном бюро. А когда мы станем легче дышать без коррупции, я думаю, тогда, когда вот таких активистов будет не 31%, а 100%. Вот на этом вам спасибо. Спасибо большое за вашу поддержку, кстати, которую вы оказываете Украине в борьбе с коррупцией. И напоминаю, что в гости студии нашей сегодня была Эляна Концевичута, эксперт антикоррупционной инициативы Европейского Союза, которая, собственно говоря, три года будет консультировать украинские власти вот в этой самой борьбе. Не переключайтесь, дальше еще много интересного, и мой коллега Сергей Бандур уже готов принять эстафету в этой студии. Я Максим Малынов. Спасибо, что были с нами. 25 минут эфира. Всего доброго.